Дорожную обстановку в курортном районе хотят разгрузить к концу майских праздников. В связи с наступлением дачного сезона и, следовательно, приростом на основных магистралях автомобильного транспорта, в правительстве Петербурга приняли решение на летний период открыть временное движение на участках дорог, где происходит плановый ремонт и прокладка новых коммуникаций. Уже сейчас автомобилисты могут пользоваться Приморским шоссе без ограничений проезда. Долгожданная трасса вновь открыта. В зимний период часть Приморского шоссе от 39-го километра до посёлка Репина была полностью закрыта в одном направлении, вследствие чего даже в несезон образовывались пробки на дублирующей магистрали Зеленогорского шоссе. С 1 мая, благодаря завершению очередного этапа строительства сетей, одна из главных артерий района вновь открыта для беспрепятственного проезда. На сегодняшний момент из тех плановых показателей, которые есть по строительству сетей, это порядка 40 тысяч метров должно быть водоводов. На сегодняшний день сделано порядка 35 процентов, уже выполнено. Поэтому до зимнего периода работы будут продолжаться без ограничения движения, а в дальнейшем уже будем смотреть, потому что если потребуется, то на следующий период на зиму также будем уже где-то дальше, в сторону Комарова, вводить ограничения, если будет такая производственная необходимость, если не найдём другого технического решения. На сегодняшний момент срок окончания полного строительства по проектной документации – 2020 год. Сами сети водоводов будут построены во втором-третьем квартале 2019 года, после чего, возможно, будет подавать воду уже по новой схеме. У нас реализуется большой инфраструктурный проект, это по строительству новых водоочных сооружений и, соответственно, водоводов. В целом, на сегодняшний момент мы сможем воду поставлять в город Сестрорецк, посёлки Репино, Белоостров, Комарова. Это действительно большой фронт работ. И все работы были сопряжены с тем, что необходимо было перекрыть ограниченные движения, потому что, как вы видите, на заднем фоне строится, идут определённые проколы, когда тянутся сети. И нет возможности работать исключительно с зелёной зоной, либо ещё откуда-то. Было необходимо работать с полотна дороги автомобильной. За ходом строительства сетей также следили и местные жители, которым ограничение проезда по Приморскому шоссе доставило массу неудобств из-за смены схемы проезда к жилым домам в посёлках. Зимой, конечно, было сложнее, и я лично ждал с нетерпением. Когда откроют это шоссе, я люблю ездить именно по этому шоссе, к тому дому, где мы живём. Был в ожидании, откроют ли вовремя. Страшно доводен, что открыли вовремя, как обещали. Потому что, как человек, конечно, во время не открыл, что обещают не делают. А тут к 1 мая очень приятно. Открылся дачный сезон. Поездки стали частыми и, конечно, стало значительно проще и удобнее. Ещё одной хорошей новостью для жителей курортного района и, в частности, обитателей садоводства и коттеджного посёлка Раев-Шалаше стала весть о скором открытии моста через Горский ручей. «Было поручение исполняющего обязанности губернатора Александра Дмитриевича о том, чтобы постараться найти тот механизм для того, чтобы здесь открыть движение, даже если не выполнить все работы, которые предусмотрены, но открыть движение для того, чтобы в летний период жители спокойно могли въезжать в город Састрорецк. На сегодняшний момент, в принципе, как вы уже можете видеть, выполнен основной фронт работы. Я думаю, что 10 числа также мы дорогу подкроем для того, чтобы жители могли спокойно въезжать и выезжать из курортного района». Большая Горская улица, на которой, собственно, и расположен данный мост, является дублирующей трассой Приморского шоссе и основным выездом на кат для множества проживающих в этой местности людей. Открытие моста тем долгожданнее, что из-за него была изменена схема движения транспорта при выезде с переезда на Приморском шоссе, и в частности разрешён поворот налево там, где изначально он не был предусмотрен. Прочувствовать это, к сожалению, смог не один десяток автомобилей, получивших повреждения при разрешённом, но всё же опасном манёвре. «Мы все с вами прекрасно помним, какой здесь был в конце прошлого года большой, скажем, социальный взрыв, когда жителям действительно это доставило ряд неудобств. Потому что пришлось изменить схему объезда, схему маршрутов, схему движения. Поэтому все услышали и все прекрасно услышат переживания жителей. И на сегодняшний момент, мне кажется, все органы власти попытались сделать всё для того, чтобы работу выполнить в срок и достаточно качественно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова